В Казани задержали 7 участников ОПК «Вторые горки». Среди них есть несовершеннолетние. Самому старшему участнику группировки, 23-го года, банду подозревают в грабеже, вымогательстве и похищении людей. В Казани задержали 7 предполагаемых участников ОПК «Вторые горки», которая занималась кражами, грабежом, вымогательством и похищением людей, сообщает ССКР по республике Татарстан. Задержаны 23-летний Вадим Зинченко, 19-летний Руслан Газизянов и 18-летний Динар Фатхулин, а также четверо несовершеннолетних. Зинченко, Газизянов и Фатхулин арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого участником группировки инкриминируют кражи и покушения на них. Статья 158, статья 30 УК РФ, грабеж, статья 161 УК РФ, вымогательство, статья 163 УК РФ, и похищение людей, статья 126 УК РФ. Преступления квалифицированы как совершенные группы лиц по предварительному сговору с применением насилия. «Вторые горки» базировались в одноименном микрорайоне Казани, где проживает большинство участников банды. По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемые нападали на местных жителей и вымогали у них деньги, а также воровали в магазинах. Зинченко, Газизянову и Фатхулину приписывают главенствующую роль в группировке. Несовершеннолетних они вовлекали в банду якобы путем морального давления и применения физической силы. Количество эпизодов с вымогательством не уточняется, однако в каждом случае размер требуемой суммы составлял около 30 тысяч рублей, сообщает ВСКР. В июне 2018 года участники банды похитили 15-летнего подростка. Его затолкали в автомобиль возле одного из домов на проспекте Победы, затем вывезли в лесопосадку на улице Дубровная, где стали угрожать и вымогать деньги. Подросток согласился заплатить и попросил отвезти его домой за деньгами. Возле дома похитители встретили родственников жертвы и скрылись, высадив подростка из автомобиля. Задержанием подозреваемых занимался отдел по борьбе с групповой преступностью уголовного розыска МВД по Татарстану. Первыми взяли лидеров группировки, а затем нашли остальных участников. Подозреваемые признали вину. В настоящее время следствие устанавливает, были ли другие эпизоды преступной деятельности банды «Вторые горки». В январе 2018 года глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства заявил, что ситуация с преступными группировками в республике находится под контролем, а возможность совершения резонансных групповых проявлений с участием преступных формирований сведена к минимуму. При этом он отметил, что проблему ЛОПК преждевременно снимать со счетов. Старейшие казанские ОПК жилка, кварталы другие, известные многочисленными убийствами в 1990-е годы, были ликвидированы, а их лидеры получили пожизненные сроки.